Здравствуйте, друзья, мы снова с вами на SeoPult TV, продолжаем мастер-классы о том, как продвигать сайты в интернете и как это сделать наиболее естественным путем сейчас. И мы с вами поговорим сегодня о том, как получать естественные ссылки, как их добывать и почему они более эффективны по сравнению с другими видами ссылок. Итак, о чем же мы сегодня будем говорить? Прежде всего, это что такое натуральный ссылочный профиль, как он выглядит, из чего состоит и, конечно же, о том, какими темпами и из каких источников он строится. Очень важно о том, как правильно построить наращивание ссылочной массы, как сделать так, чтобы эти ссылки наиболее естественно выглядели среди ваших обратных ссылок. И, конечно же, немного коснемся очень большой темы инструментов. Но по инструментам аналитики и построения ссылочного профиля будет отдельный мастер-класс позже, анонсы будут на SeoPult.TV. Итак, что же такое естественный ссылочный профиль? Он разнообразен и ведет с различных типов площадок. Прежде всего, наибольшую часть всего ссылочного профиля составляют цитаты на источник какой-либо информации. Соответственно, надо стараться сделать так, чтобы ваш сайт, как источник другие рекомендовали либо цитировали. Это можно получить за счет какого-то контента, медиа-контента, какой-то агрегации информации либо аналитики. Очень много цитат получается, если вы являетесь первоисточником новостей. Вторым типом ссылок по масштабам и вообще как кластер ссылочный являются различные форумы, блоги и сообщества. Это различные отзывы, обсуждения или попытка задать вопрос со ссылкой на какой-то либо магазин, либо сайт, просьба о совете, выборе какого-то определенного товара или услуги или компании. Такого типа ссылок очень много на самом деле. Они приблизительно составляют четверть вообще во всем интернете. Следующий кластер это контрагенты вашей компании либо вашего сайта, проекта. Это ваши партнеры, дилеры, поставщики и так далее, где каждый из контрагентов ставит ссылку на своих партнеров, клиентов, портфолио и так далее. То есть это такое многоуровневое взаимодействие между различными компаниями. Таких ссылок довольно много. Они составляют где-то 10-12% в интернете и можно такие ссылки получать естественным путем и особенно их много будет, если у вас очень много контрагентов каких-то. Следующий тип это различные листинги, выборки, а также обзоры. То есть обзоры это в блогах имеется в виду, листинги это различные перечни компании, yellow pages и так далее. Можно сюда же отнести частично справочники, которые немного переслекаются с листингами компаний. Соответственно таких ссылок около 10% насчитывается в естественном ссылочном профиле. Отдельно следует упомянуть каталоги, которые раньше имели популярность, а сейчас не очень даже хорошо влияют на ранжирование. Но тем не менее они все равно есть в естественном ссылочном профиле, соответственно про них не надо забывать. Вот и размещаться только в качественных каталогах с качественным описанием и прежде всего пытаться попасть в авторитетные каталоги, вот вы сами знаете какие это каталоги. Еще часть ссылок формируется за счет того, что вы создаете какой-то контент, инфоповоды, интервью и так далее. То есть это тот контент, который шерится в других местах благодаря вам, вашей аудитории, либо вашим партнерам. И лишь небольшую часть ссылок составляют покупные ссылки, так называемые SEO ссылки с анкорами или кто-то пытается их под безанкоры замаскировать. Но на самом деле их всего лишь несколько процентов в интернете. Зависит конечно же от тематики, но их не так много и соответственно если вы хотите максимально естественно продвигать и делать микс между SEO ссылками для продвижения и естественной ссылочной массой, то я не рекомендую вам использовать много SEO ссылок. Это очень легко видят поисковые системы, да, и в принципе в любом SEO сервисе можно определить ваши SEO ссылки, вот и они могут в том числе негативно сказаться на продвижении вашего проекта. Вы можете получить санкции за то, что вы продвигаете с помощью SEO ссылок. Соответственно, после того, как мы рассмотрели, какие вообще типы ссылок могут ввести на ваш ресурс, мы можем заметить, что самая большая часть из этих ссылок будет безанкорными, то есть это либо цитата, либо рекомендация с форума, где в основном ставят ссылки без какого-либо анкоры или без какой-либо подозрительной мысли, просто на первоисточник какой-то информации или на какой-то определенный товар. Соответственно, для того, чтобы сделать естественным ссылочный профиль, надо делать правильное соотношение анкорных и безанкорных ссылок. Это сильно зависит от ниши, и надо анализировать конкурентов, смотреть, кто в топе с помощью каких ссылок находится. И я уверяю, что очень много у топовых площадок будет безанкорных именно ссылок, то есть где-то три четверти ссылок – это безанкорные ссылки в естественном ссылочном профиле. Превалирует, конечно же, URL внутренних страниц и упоминание домена. И, соответственно, следующей категорией очень большой является размещение тут, здесь, смотрите подробнее и похожие слова, которые проявляют чисто рекомендацию какого-либо адреса о том, чтобы посмотреть его, либо сравнить с другими, либо узнать более расширенную информацию. И, соответственно, в каждом из кластеров типов ссылок необходимо соблюдать натуральность соотношения данного анкора. Потому что в безанкорных ссылках все равно анкор есть, просто он в виде URL, либо слово, которое не является значимым, можно так сказать. Следующим параметром для естественности является динамика прироста ссылок. В естественном ссылочном профиле никогда не бывает взрывных SEO ссылок. То есть, это очень хорошо видно во всех любых трендах. Соответственно, прирост естественной ссылочной массы, он обычно динамичен и постоянно нарастает. Иногда бывают, создаются инфоповоды какие-то, либо новости выходят и ссылочная масса растет, но она растет на внутреннюю страницу, в основном безанкорно и из определенного типа источников. Если же у вас взрывной рост ссылок происходит по анкор-листам и на определенные категории, которые вы продвигаете, то это абсолютно неестественно. Соответственно, есть некоторые параметры у ссылок, которые должны происходить в росте ссылочной массы динамично и асинхронно, то есть постепенный рост, асинхронный, без гипервзрывов, без мигания ссылочной массы, если вы покупаете ссылки на биржах, забываете их продлевать. Этого не должно происходить, надо учитывать при динамике роста сезонность, что в определенные периоды ссылок больше появляется, особенно когда спрос на вашу продукцию становится выше или это перед новогодними праздниками, когда люди обсуждают какие-то подарки. Таких ссылок может появляться значительно больше на форумах, либо в СМИ, либо у блогеров, обсуждения каких-то новогодних тем, либо в другой сезон, например, летом это туристические различные направления. Это следует учитывать при росте определенных тематических ссылок. И, соответственно, всегда надо мониторить, сколько и каких ссылок у вас прирастает. Вот, и если у вас какие-то появляются плохие ссылки или вы думаете, что это неестественная ссылочная масса вам будет мешать, вот я рекомендую такие ссылки стараться убирать. Значит, есть специальный инструмент у Google, а для Яндекса, к сожалению, пока такого инструмента нету, возможно, он в будущем появится. Но вы можете всегда напрямую написать вебмастеру определенного ресурса с просьбой закрыть ссылку от индексирования, поставить ее в NoFollow, NoIndex, вот, либо вообще убрать и оставить, к примеру, упоминание только вашего бренда. Это упоминание бренда тоже важно в естественном ссылочном профиле, потому что не бывает так, что ваш домен либо компанию никогда не упоминают в интернете, но очень много анкорных ссылок ведет на ваш веб-сайт. Соответственно, надо в том числе делать упоминание бренда. Куда ведут на самом деле эти все естественные ссылки? То есть недостаточно просто разместить правильные ссылки, их надо еще направить на правильные страницы. В основном это категории и внутренние страницы, то есть практически все ссылки ведут на внутренние страницы, на определенную какую-то страницу, которую человек хочет порекомендовать. Это либо товар, либо какая-то новость, либо аналитический материал, либо фотография какая-то размещена, либо видеоконтент. Но на главную страницу и на категории, которые оптимизируются многими оптимизаторами, естественных ссылок намного меньше. Соответственно идет перекос в неестественную сторону, и перед поисковыми системами такой сайт теряет свое значение. А на главную страницу в основном ведут витальные запросы и брендовые, то есть это название ресурса, домен в различных его вариациях, транслитом, кириллицей, с ВВВ, без ВВВ и так далее, либо просто со ссылкой «Источник», либо по материалам такого-то сайта, то есть такие ссылки могут ввести на главную страницу, либо внутренние страницы. Соответственно, еще одной категорией являются цитаты определенных новостей, медиа, либо различных полезностей. Соответственно, не забывайте об этом при построении своей ссылочной массы, для того, чтобы профиль выглядел абсолютно естественным для поисковых систем. Что делать, прежде всего, для натуральности, как получать эти ссылки, где их брать и так далее. Сейчас мы это обсудим, и вы видите слайд, на котором расписаны, что надо делать и что не надо делать. Прежде всего, надо заниматься крауд-маркетингом и контент-маркетингом, то есть вы создаете такую ситуацию, когда благодаря вашему контенту или благодаря вашим действиям каким-то появляются ссылки на ваш сайт, ваш ресурс, ваши страницы, и они обрастают естественно ссылочной массой. Вторым моментом является создание островов контента, куда вы можете привлечь аудиторию из каких-либо площадок, и эти острова контента прирастают и ссылочной массой, и с них идут вам и заказы, и клиенты, и переходы на ваш сайт, и вы получаете еще дополнительные ссылки. Третий очень важный момент – это создание медиа-контента, который шерится в социальных сетях, распространяется по форумам, через блоги и может получить на себя ссылочную массу определенную. И, конечно же, это размещение на вашем сайте каких-то полезных статей, аналитических материалов, создание тематических каких-то сервисов, вот, и публикация интересных постов в блоге, либо введение новостной ленты. Чего не стоит вообще делать, пытаться, например, создать за счет покупных ссылок натуральность какую-то абсолютно абсурдно, потому что так не получится ничего сделать, вы не будете соблюдать динамику естественного, ссылочного роста, не сможете манипулировать размещением определенным, да, вы потеряетесь в динамике, в анкор-листе и так далее. И, соответственно, ваш ссылочный профиль будет перекошен в какую-либо сторону и вы в итоге можете угодить просто под санкции, нет смысла этим заниматься. И также нет смысла копировать один в один моментально ссылочный профиль топовых каких-то площадок, потому что помимо самого анкор-листа и доноров можно вести речь о возрасте ссылок, которые размещаются на различных ресурсах и, соответственно, ваш профиль не будет так выглядеть. Что же такое крауд-маркетинг? Крауд-маркетинг – это прежде всего натуральные ссылки, это управление репутацией в сети, это связи с общественностью тоже в сети и, соответственно, конечно, охват и видимость онлайн вашего ресурса, вашего проекта, какого-то бренда либо персоналей. Вот. И это упоминание бренда. Чем чаще вы упоминаете свой бренд, свой сайт, домен, чем чаще он светится в каких-то медиа, на каких-то контентных проектах, форумах, тем лучше для вашего проекта и вашего ссылочного естественного профиля. Соответственно, крауд-маркетинг – это рост продаж, по сути, без рисков. То есть, крауд-маркетинг помогает вам продавать, либо брендировать себя даже без поискового аранжирования. То есть, вы можете продавать через СМИ, через форумы и через другие каналы связи с вашими потенциальными клиентами. Это могут быть острова контента в СМИ, в контентных каких-то проектах тематических, форумы, социальные сети и блоги. Что же требуется делать и какой треклайн линкбилдинга? Прежде всего, необходимо определиться с вашей стратегией линкбилдинга, как вы будете строить взаимоотношения с вашими линкбилдерами, как вы будете строить взаимоотношения с площадками, которые будут на вас ссылаться в будущем. Лучше всего размещать те ссылки, которые очень сложно получить при прочих равных, которые невозможно купить. Это будут самые лучшие площадки для ссылок и для лучшего ранжирования в поисковых системах. Предложите каким-то крупным тематическим СМИ либо обычным СМИ подготовить для них реально уникальный и полезный контент. И получите именно с этих ресурсов ссылку на вас как источник или как автора. И, соответственно, вы таким образом получите наиболее весомые ссылки, которые будут к вам приводить и клиентов, и аудиторию, и будут влиять на поисковое ранжирование. Кроме того, эти материалы будут для вас островами контента, через которых вы сможете привлекать к себе аудиторию и клиентов. И необходимо заметить о том, что все такие материалы необходимо мониторить на их наличие, как они проиндексировались, как они влияют на динамику роста ваших ссылок, как они влияют на позиции и продолжать это снова и снова, чтобы развиваться дальше. Что такое контент-маркетинг и пассивные, как из этого извлечь максимальную ссылочную выгоду? Прежде всего, это делать качественный медиа-контент. Например, видео либо инфографику, которую шерит и распространяет другие. Они могут это использовать в своих статьях, в своих книгах, мануалах, либо могут это увидеть на ютюбе и далее шерить в своих социальных аккаунтах, либо распространить далее на форумы. Необходимо с пассивными работать прежде всего со СМИ и тематическими сообществами. Это наиболее эффективные каналы распространения вашего контента и соответственно наиболее эффективные методы привлечения естественной ссылочной массы на ваш ресурс. Далее можно работать с вашей аудиторией, это ваши подписные листы, это ваша база клиентов, пользователей, которые могут дальше этот контент распространить. И, конечно, надо обратить внимание на интенсификацию шеринга, то есть необходимо мотивировать людей, чтобы они распространяли этот контент. Это можно делать за счет конкурсов или акций, либо просто их попросить о том, чтобы они это распространили, лайкнули, прямо слова говорить, там лайкайте это, репостите это и так далее. То есть ваша конверсия при этом возрастает на какие-то проценты. И всегда надо мониторить эффективность тех или иных методов, которые вы применяете при пассивных. Для того, чтобы успешно заниматься контент-маркетингом, необходимо делать именно качественный контент, не для роботов, а именно для людей, потому что именно они шерят и распространяют этот контент. Если контент будет некачественным, то ничего из этого не выйдет, никакую иллюзию там роботов, да, либо там накруток, лайков и шеров вы не сможете сделать, вот нужны именно трастовые социальные аккаунты, реальных пользователей, и вам нужен реальный трафик и реальные клиенты и заказы. То есть только работа с реальной аудиторией. Соответственно надо делать максимально качественный контент, чтобы получить реально работающие ссылки, по-другому не получится. Вот, и соответственно, конечно, лучше всего делать инфографику и видео, то есть это самое простое и самое эффективное. Ориентироваться на шеринг в социальных сетях, но он дает и прирост ссылок, конечно. Структурированное содержимое, если это видео, вот чтобы можно было его понять, разбивать его на определенные сегменты, вот, либо делать несколько серий для того, чтобы человек мог одно видео посмотреть, потом второе, потом третье и далее, если захотел даже подписаться на канал в YouTube. Надо делать интересный кликабельный заголовок и мотивировать пользователя к переходу на сайт, к лайку, подписке, либо распространению на форуме с какой-то ссылкой, либо снова же можно как цель поставить подписку, либо регистрацию на сайте самом. Также необходимо вести речь о социальном ссылочном профиле, потому что не может так быть, что социальных шейеров и лайков нету и упоминания в социальных сетях, а ссылок, к примеру, с каких-то ссылочных доноров, сайтов, форумов, очень много, то есть надо соблюдать пропорцию и социальной активности, и обычной активности на сайтах. Соответственно, надо делать все социальные сети, потому что в них могут быть шеринги и ваша аудитория, и использовать вообще любые такие платформы блоговые, например, там, Live Internet, Blogspot, Wordpress и так далее, то есть максимально естественным делать ссылочный профиль для того, чтобы хорошо ранжироваться в поисковых системах. Для того, чтобы создать острова контента такие, можно использовать контентные проекты, прежде всего тематические, форумы, можно также использовать большие новостные ресурсы, для того, чтобы какой-то лонгрид продвинуть и потом эта ссылка из этого лонгрид будет еще больше ссылочного веса вам передавать. Островами контента еще могут быть различные доски объявлений, сайты контрагентов ваших и сообщества по интересам различные. Необходимо также сказать, что надо использовать аналитику при построении ссылочного профиля, прежде всего это инструменты от поисковых систем, Яндекс вебмастер и Google вебмастер, там вы увидите, какие ссылки появились на ваш ресурс, можете анализировать, как они влияли на поисковую выдачу и так далее. Соответственно, еще можно использовать производные от этих сервисов, более углубленные так называемые сервисы, либо какие-то свои скрипты писать по аналитике. Также внешние сервисы можно использовать, которые работают по своим алгоритмам, либо на основании поисковой выдачи, то есть можно использовать Rush Analytics, Ahrefs, Semrush, Serpstat, Moz и так далее. Если вам понравился этот мастер-класс, то лайкайте его, шерите, размещайте на каких-то форумах, обсуждайте и подписывайтесь на SEOpult.tv. На слайде есть контакты, по которым вы всегда сможете задать любые вопросы. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова